День донора в Челгу проходит уже несколько лет. Сегодня кровь сдавали на втором этаже театрального корпуса. Как отмечают организаторы, поток желающих не уменьшается с самого утра. На самом деле день донора для нас вообще стал уже таким достаточно традиционным мероприятием. Мы стараемся его проводить как минимум раз в три месяца. А за сегодняшний у нас прошло порядка 50 человек. Понятно, что ковидные ограничения нам не позволяют какое-то большое количество принимать. Но тем не менее 50 человек, а станция переливания – это уже очень хорошая цифра. Среди доноров не только те, кто сдаёт кровь постоянно, но и новоиспечённые добровольцы. Ну, не повредило желание помочь людям, конечно. Да и в принципе это же любопытный первый опыт донорства. Да и я хотела прийти сюда с восьмого класса, когда увидела, как мой брат сдавал кровь. На первом курсе, когда учился сам. Работающим донорам полагается справка для предоставления двух дней отдыха. В день сдачи и дополнительный после этого. Причём выплату в 612,5 рублей получат все, включая студентов. Не из-за денег. Я думаю, большинство тоже не из-за денег пришли. Потому что просто хочется помочь. Сейчас я слышал, много доноров ушли, а из-за пандемии, так сказать, помогаем потихоньку. Стать донором могут все южноуральцы старше 18 лет, весом не менее 50 килограммов и не имеющие противопоказаний к сдаче крови. Перед процедурой нужно обязательно позавтракать, исключить горячительные напитки на 48 часов и курение в день донации. При себе иметь паспорт. Иван Наконечин, Илья Капелин, Урал-1.